Добрый вечер! Это время новостей на телеканале Хабар. В студии работает Лаура Бадьбачанова, сурдоперевод Виктория Антонишина. И напомню, наши новости можно смотреть и в телеграм-канале. Для этого нужно просто навести камеру своего телефона на QR-код, который вы видите на экране. Обязательно подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Мы начинаем выпуск и сейчас коротко о главном. Согреть ридер. Глава правительства проверил готовность города Металлургов к отопительному сезону. Сможет ли местная ТЭЦ и Теплосети отработать грядущую зиму без происшествий. Выборы на пробу. Сколько кандидатов будут баллотироваться в Акимы районов и городов, и где больше всего претендентов? Расскажем. Температура Земли 2023 претендует стать самым жарким годом за всю историю планеты. Продолжится ли тенденция к потеплению в будущем? Верительные грамоты послов 14 государств сегодня в аккорде принял Касымжумар Тукаев. Среди них чрезвычайные и полномочные послы ряда европейских стран, а также Индии, Юрдании, Уганды и других республик. Обращаясь к дипломатам, глава государства подчеркнул, что Казахстан выступает за справедливый миропорядок на основе целей и принципов Устава ООН. Наша страна заинтересована в расширении и укреплении взаимовыгодных и дружественных отношений с государствами, отметил президент и передал наилучшие пожелания и приветствия главам их стран. Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику, направленную на обеспечение безопасности и устойчивого развития страны. Мы заинтересованы в расширении и укреплении взаимовыгодных дружественных отношений с вашими государствами. Это большая честь представлять свою страну Литву в Казахстане. У нас очень хорошие отношения, в том числе в сфере бизнеса. К примеру, недавно в Астане был бизнес-форум. 14 бизнесменов из города Вильнюс участвовали на разных выставках. И сегодня же Хасмужамар Таукаев принял председателя правления Самру Казуна. Нурлан Джакупов отчитался президенту об итогах деятельности фонда за 9 месяцев этого года. Также главе государства были представлены ожидаемые результаты деятельности группы компаний по итогам года. Так, планируется завершение шести крупных проектов. Это реконструкция водовода Астрахань-Мангышлак, газификация местностей Сарша и Теплый пляж, строительство второй нитки газопровода Бене-Ужанаузен, строительство лупинга газопровода Макат-Северный Кавказ, восстановление первого блока ГРЭС-1, усиление электрической сети западной зоны единой электроэнергетической системы. В завершении встречи Хасмужамар Таукаев дал ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда. Премьер-министр Алихан Смейлов находится с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область. Первым делом глава Кабмина проинспектировал готовность Ридер ТЭЦ к предстоящей зиме. Сегодня там стартует отопительный сезон. Жители многострадального города атометаллургов начнут получать тепло уже сегодня ночью. Чтобы это стало возможным, властям понадобился почти год. В регионе все еще действует режим ЧС. Но в этот раз сезон должен пройти без происшествий, обещают специалисты. Что для этого сейчас делается, увидела Анель Есимбердина. 5 ноября 2022 года крупная авария на Ридер ТЭЦ составила без тепла город с населением почти 60 тысяч человек. Оказалось, что это только начало большой эпопеи. За весь сезон котла-агрегаты здесь выходили из строя в 84 раза. Пришлось вводить режим ЧС, а управление частным объектом перешло к государству. И это спасло станцию. Из резерва правительства на ее ремонт направили порядка 9 миллиардов тенге. И сегодня в городе Металлургов наконец-то начинается отопительный сезон. Три котла полностью готовы к работе. При температурном режиме до, скажем так, минус 5, минус 10, у нас на подаче должно быть 70 градусов. То есть эту температуру мы можем обеспечивать двумя котлами. То есть, соответственно, один котел у нас будет в резерве. Оставшиеся три котла у нас, как мы изначально говорили, это котлы высокого давления. Они будут введены в эксплуатацию в конце октября два котла и до 15 ноября один котел. Сейчас на ТЭЦ ремонт продолжается. Больше 400 человек стараются вовремя закончить оставшиеся работы. В том числе ввести в строй систему аспирации, чтобы работники станции могли дышать нормальным воздухом и больше не было взрывов из-за накопившейся угольной пыли. К слову, налажены и поставки самого топлива. Сейчас запас угля на станции всего 7,5 тысяч тонн. Этого хватит на 10-15 дней, но в пути еще 45 вагонов. Первый из них приводят уже сегодня. Просто договор с поставщиками заключили поздно, до 25 сентября. Никто и не знал, кто будет их подписывать, государство или частники. И только в конце прошлого месяца ТЭЦ передали в доверительное управление Ридерскому городскому водоканалу. С мазутом тоже проблем не будет, обещает руководство города. По мазуту, значит, хранилище было подготовлено, отремонтировано. Парапровод разогревающий также был отремонтирован. На сегодняшний день остатки мазута имеются в дороге. Три цистерны 180 с лишним тонн в дороге. Ожидаем приход на выходные. Тем временем ридерчане с нетерпением ждут тепла в своих квартирах. Пенсионерка загиба Ошаганова рада, что хотя бы дали воду, пусть пока и не горячую. На кухне теплая молочная вода. Вот почупайте. Вот так вот. Но ходить сейчас дома приходится все же в теплой одежде. Хотя за прошедший год это стало уже привычным явлением, делится женщина. Ну в этом году мы надеемся, что у нас будет все благополучно, хорошо. Потому что взялись за ремонт, приехали. Мы же слышим, специалисты приехали, восстанавливают. Все-таки за столько лет это тоже все развалилось, разрушилось. И произошло это по вине прошлых хозяев ТЭЦ. Сейчас они под следствием, а новый инвестор гасит долги предприятия. Их накопилось около 5,5 миллиардов тенге. После полного возмещения он намерен безвозмездно передать стратегический объект в собственность государства. Анализа Нбердина, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, Хабар. Бороться с причинами, а не с последствиями в Астане сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят профилактику пожарной безопасности в отопительный сезон. Всего им необходимо обойти более 30 тысяч частных домов. На данный момент работа на 25% уже проведена. Цель до конца отопительного сезона посетить все дома. Почему профилактика не всегда помогает, разбиралась моя коллега Назумгуль Кумыспаева. За этими парнями, которые работают в управлении ПЧС района, закреплена важная миссия. Рассказать жителям, как обезопасить свой дом от возникновения пожаров. Как часто вы делаете такие объезды по городу? По городу, по частному сектору на данное время мы проводим ежедневные объезды. Работу по профилактике начали с августа месяца и продолжит весь отопительный сезон, то есть до апреля следующего года. В день Алдяр обходит до 15 частных домов. Сегодня взялся за общежитие семейного типа. На улице нас любезно встретила комендант одного из общежитий. Листья прям поджигали на территории дома, понимаете, или там огорода, или что. А сейчас пожарники запрещают ни в коем случае. Все зависимо от жителей, понимаете. Вот окурки, чтобы не бросали. Есть два уже правила, о которых мы сейчас знаем. Это первое, не бросать окурки в своих дворах, домах, подъездах, на балконах, по коридорам. И не сжечь костры, и не сжечь вот эти вот желтые листья. Да, 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 нельзя, нельзя. Общежития, как вы могли подумать, не студенческие. А дома коридорного типа построены еще в советские годы. В одном доме живут 157 семей. Таких общежитий в этом районе пять. И в первом же подъезде нарушение техники безопасности. Вот такие посторонние вещи надо с кальдора убрать. Это загромождение эвакуационных выходов. Также необходимо по проводке пройти здесь электриком. Вот как вы видите, там соединение проводов при помощи скрутки сделаны. Такое неправильное и небезопасное соединение проводов может привести к замыканию. Отсюда пожар со всеми вытекающими последствиями. Как оказалось, проводка в таком состоянии почти по всему дому. Честники говорят, данная картина из года в год не меняется. А привлечь КСК или владельцев жилья не имеет права. У вас щитовая аж расплавилась. Эту крышку сняли, чтобы не плавилась. Это же небезопасно. Ну это устранится все. Устраните когда? Вопрос таки остался без ответа. Все потому, что все знают, что никакого наказания за это никто не получит. Сотрудники ЧСК могут лишь на словах поругать. Поэтому им остается развешивать вот такие памятки. Чтобы вы понимали, сейчас мы находимся в подвальном помещении. То есть это подвал. И здесь две кровати, телевизор работает, столик, чайник, электричество. То есть то, что по технике безопасности запрещено. Еще в апреле этого года министр ПЧС поднимал вопрос о том, что его сотрудники не имеют никаких полномочий. Даже в строительство домов честники не имеют права вмешиваться. В итоге пожарные борются не с причинами, а с последствиями. На Замгулькум Испаева Айдос Медельбеков, Бахэтбек Нуртаев, Хабар. На содержание автодорог из местных бюджетов в этом году выделены 76 миллиардов тенге. Готовность дорог к зиме обсудили в ходе совещания под председательством первого вице-премьера Романа Скляра. В частности, в Алматы и Шимкенте по согласованию с территориальными подразделениями МВД и МЧС утвердили соответствующие дорожные карты. В настоящее время в данном направлении работа усилена и в других регионах. Роман Скляр дал ряд поручений по контролю за подготовкой автодорог. Отраслевым ведомствам необходимо выстроить четкий алгоритм взаимодействия с акиматами для безопасного и бесперебойного проезда транспорта при неблагоприятных погодных условиях. Продолжаем выпуск. В следующем году для повышения эффективности налогового администрирования в Казахстане планируют перейти на новые информсистемы, а также расширить использование искусственного интеллекта в системе управления рисками, что позволит усовершенствовать систему электронных счетов фактур. Об этом заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов в ходе 30-го заседания Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ. Цифровые решения будут использованы также при разработке нового налогового кодекса, отметил он, напомню, обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие, поручил президент в послании народу Казахстана. Мы будем предлагать новые подходы, которые заключаются в представлении предзаполнения налоговых форм, второе, упрощение уплаты налогов, сокращение количества налогов форм, то есть будет реализовываться принцип фискального сопровождения от момента регистрации налогоплательщика до полностью его деятельности. Мы должны тоже вместе провести совместную работу, синтегрироваться с операторами, с банковскими системами, чтобы уплата налогов проводилась в один клик. Это наша первостепенная задача. В Казахстане планируют пересмотреть закон о религии, заявила сегодня на брифинге СЦК министр культуры и информации. В частности, могут ввести запрет на ношение закрытой религиозной одежды в общественных местах, поскольку она затрудняет распознание личности. По словам Аиды Балаевой, национальная безопасность должна стоять на первом месте. Однако, отметила министр, поскольку изменение норм закона является депутатской инициативой, данный вопрос должен быть рассмотрен представителями парламента в ближайшее время. Также она рассказала о круглосуточном мониторинге соцсетей и интернет-изданий на предмет наличия материалов деструктивного характера. Отмечу только с начала года в интернете выявлено свыше 14 тысяч материалов, содержащих пропаганду терроризма и религиозного экстремизма. По крайней мере, в общественных местах, это уже, я вижу, практика во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности, там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать по каким-либо признакам. Поэтому, конечно, опять-таки, это будет изучаться совместно с обществом. И понятно, как уполномоченный орган мы будем работать над усилением, работа в этом направлении и ужесточение законодательных норм. Более чем в три раза снизилась материнская смертность в Казахстане. На 4% меньше зарегистрировано случаи в гибели младенцев. Данные озвучила министр здравоохранения на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач устойчивого развития. Ажаргиньят отметила, охрана здоровья матерей и детей относится к их приоритетному направлению. Для этого в стране открыты 20 центров защиты плода. Увеличивается охват перинатальным скринингом. Развиваются технологии реанимации для новорожденных. Как итог, в этом году почти на 12% снизилась неонатальная смертность. В 4 раза увеличилась выживаемость детей с критически низкой массой тела. Порядка 250 казахстанцев выдвинуты кандидатами в Акимы районов и городов республиканского значения. Цифры озвучили сегодня в ЦИК. Напомню, накануне завершилась подача документов. Сами выборы состоятся уже 5 ноября. Итак, всего на 45 должностей претендует 249 человек. 13 из которых – женщины. При этом больше половины кандидатов – самовыдвиженцы. Средний возраст будущих Акимов – 47 лет. Самая низкая конкурентность – 3 кандидата на место – наблюдается в Акмолинской, Тараусской и Западно-Казахстанской областях. Максимальная конкуренция в городе Курчатов – область Абай. Максимальная конкуренция – 9 претендентов на место. В настоящее время в городе Курчатово, в Курчатове области Абай, в Жаловынском районе, в Жамбунской области, в Кербулакском районе области, в Байкибекском районе, в Туркестанской области. Следует сказать, что все семь зарегистрированных в Казахстане политических партий выдвинули свои кандидатуры в разной степени активности в разных регионах. Депутаты Маслихата области Улутау в ходе очередной сессии заслушали отчет главы региона об исполнении возложенных на него обязанностей. Берег Абдагалиулы озвучил показатели по основным направлениям жизнедеятельности региона в ходе реализации проектов, выполняемых за счет средств республиканского и областного бюджетов. В целом в регионе отмечается положительная динамика социально-экономического развития. Растут темпы жилищного строительства, выпуска сельхозпродукции. Постепенно решаются и проблемные вопросы, один из которых – обеспечение населения питьевой водой. Ведется реконструкция Уйта-Сайдосского водовода. Уже проложено 12 километров водовода, на что освоено 4,2 миллиарда тенге. Дополнительно до конца года ожидается выделение средств из республиканского бюджета порядка 2 миллиардов тенге. Еще одним острым вопросом является экология. Ранее в регионе начали комплексную оценку состояния окружающей среды и здоровья населения городов Жасказгана, Сатпаева и Улытаусского района. Завершить ее обещают в следующем году. Также продолжаются мероприятия, направленные на повышение уровня здравоохранения. В медучреждении области приобретено оборудование на сумму 1,5 миллиарда тенге. Для работы привлечены 19 узких специалистов, каждому из которых будет выплачено по 5 миллионов подъемных. 54 резидента обучаются за счет средств областного бюджета. На базе Жасказганского медцентра открыт кардиологический центр, на что было выделено 168 миллионов тенге. На Жасказганской тест продолжается текущий ремонт одного из котлов и капитальный ремонт еще двух. При этом отопительный сезон планируют начать в срок. Ранее отремонтировали более 40 километров тепловых сетей. До конца года дополнительно выделя средства на реконструкцию еще почти трех километров. Анастасия Сулейманова, область Улытау, Хабар. Продолжаем выпуск. В Караганде сегодня наградили учителей нагрудного знака. Почетный педагог образования Карагандийской области удостоились пять лучших преподавателей. Все они внесли личный вклад в образование региона. Награда предполагает единовременную выплату свыше 1 миллиона тенге. Тему продолжит моя коллега Марина Золотарева. Один из обладателей почетного звания – директор высшего гуманитарного колледжа. Более 20 лет Исжан Амиров возглавляет учебное заведение, где готовят учителей, музыкантов, дизайнеров. Сам он известный в стране композитор. Глава государства уделяет большое внимание педагогам. Мы в свою очередь должны оправдать это доверие. У нас в колледже талантливые преподаватели, которые готовят себе достойную смену. Медали «Ветеран труда» сегодня удостоились учителя с большим педагогическим стажем. Все они отдали профессии 30 и более лет. У каждого опытного педагога есть авторские методические наработки. Я работаю в Саранском, в высшем гуманитарно-техническом колледже. Вот уже 40 лет. Я преподаватель педагогики. Я делаю отрывки из художественных фильмов о школе и об учителях. И, в общем-то, готовлю из них педагогические ситуации, задачи. Вот такой у меня учебник есть. Профессия учителя всегда была и остается одной из самых почетных и уважаемых. Ваша роль в формировании будущего нашей страны неоценима. Особые слова признательствия нашим ветеранам, тем, кто продолжает активно участвовать в жизни школы и передает свой уникальный опыт молодым педагогам. Много теплых слов звучало сегодня в адрес учителей. Всего в области порядка 18 тысяч педагогов. Дети им сделали музыкальный подарок. Песни, танцы, театрализованное представление. Девятое золото азиатских игр для Казахстана принес сегодня каратист Кайсар Алпыспаев. В финале весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Абдулы Шаабана из Кувейта. Поединок завершился со счетом 7-5. В этом же виде спорта бронзу в актив нашей команды принесла Асель Канай. Также сегодня серебряными призерами азиады стали джипсер Галина Дуванова и борец Жамиля Багбергенова. На пьедестал азиады сегодня поднялись и отечественные грибцы Александр Куликов и Екатерина Таранцева. Они стали третьими в грибном слалами. Куликов принес бронзу в соревновании на каноэ, а Таранцева на байдарке. Таким образом, сейчас в копилке нашей команды 67 медалей, 9 из них наивысшего достоинства. Этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. По сведениям Европейской климатической службы, на данный момент средняя температура в мире на 0,52 градуса выше предыдущего максимума. Ученые заявили, что глобальное потепление в сочетании с природным явлением Эль-Ниньо способствовало недавним рекордным температурам. Прошлый месяц стал самым теплым сентябрем за всю историю наблюдений. Это вся информация к данному часу. Я напомню, что все наши новости доступны на официальном YouTube-канале, а также в социальных сетях Facebook и Instagram. Субтитры создавал DimaTorzok